Президент ознакомился с презентацией об эффективности работы, проводимой в сфере геологии. В своем послании Оли Мажлису в январе этого года Шавкат Мерзиёев отметил, что ежегодно приоритетное внимание будет уделяться ускоренному развитию конкретных областей науки. Заманови кадрлар тэйрлэш. Бойке геология фанлары университеті ташкилетелді, оно таркебу кетурдды. Илми, татхот институты гошулиб, ислахатларды начали. 2. Босоханны модернизация, килиш ва ракамлашдырш бойке кәддді тапшуруб берлигэнді. Манашу ищлэр дайразда заманови бургалаш ва лаборатория ускореналары алыб келинді. Зумлэдэн рудадаги элементлэрны анықлаш 40-дэдэн 63-дэгэш көпайтырды. 20-тэ стықбаллы конуны салахиэты инвесторлэргэ сатыш вазифасы тұрубды. Бізді манашу мустақыл Узбекистан тарахымызда буринчиматтады сэк, буйам адолаттан бурады. Геология сахасы гэ ити барық мэгэнамызу чун, бунарсаларгэ имканамыз йоууды. Жарил, яңыз, стықбаллы майданчалары анықлаш. Их тұлайдамызды бақарарлығы, бұнышын, 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 бұнышын. Бұнышын, 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 бұнышын. С начала года на государственный баланс принято 150 новых месторождей. Растут ресурсы и запасы золота, серебра, урана и меди. Горно-геологические данные по 32 видам запасов переведены на международные стандарты JORC. В рамках мер, направленных на развитие сельского хозяйства, на землях площадью 155 тысяч гектаров проведены гидрогеологические исследования экспресс-методом. А в маловодных районах подтверждены запасы воды объемом добычи 90 тысяч кубометров воды в сутки. На мероприятии заслушан отчет председателя Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам. Рассмотрен ход привлечения зарубежных инвестиций в освоение 20 новых месторождений на основе открытого и прозрачного порядка через проведение онлайн-аукционов. Глава государства дал конкретные поручения по расширению масштабов геолого-разведочных работ в два раза в следующем году, выявлению новых перспективных участков, ускорению внедрения современной лабораторной техники в сферу. На Госкомэкологию возложили обязанность налаживания разведки новых участков на основе кооперации и расширения практики передачи работ по освоению найденных месторождений частному сектору. Отметили и необходимость учреждения по наманганскому опыту постоянных геологических экспедиций в каждом регионе. Определены задачи по повышению эффективности эксплуатации, предоставленных в пользование участков недр, и развитию научно-исследовательской работы. Ответственным лицам поручено разработать дорожную карту по реализации запланированных мер.